Девушки отдыхают Измайловский парк И в нашей передаче Измайловский парк Так же как и в парке Все абсолютно так же Как в парке В Измайловск Или в каком-нибудь другом У нас будет музыка У нас будут песни У нас будут шутки У нас будут анекдоты У нас будут встречи с интересными людьми Итак, начинаем программу Измайловский парк Спасибо И для начала Хочу рассказать вам анекдот Встречаются два мужика Один говорит Если бы я был декабристом Я бы свою жену в Сибирь Ни за что бы не взял Второй говорит Это почему? Да чтобы она мне там всю каторгу опоганила Встречаются два мужика Один говорит У нас две новости Хорошая и плохая С какой начинать? Он говорит С хорошей К нам едут две девицы В эта плохая Они обе плохие Встречаются два мужика Один говорит Второму Слушай, я вчера был на концерте Группы Гости из будущего Он говорит Ну и как? Хреновое у нас будущее Вот все время встречаются два мужика Все время говорят чего-то такое Смешат людей Кто эти два мужика? А я вам скажу Кто эти два мужика? Это Владимир Данилец И Владимир Моисеенко Алло Да Лившис Михаил Самуилович Да А кто это? Это вас беспокоит из МИДа Откуда? Из Министерства иностранных дел Я прожил 64 года Но мне еще ни разу Не звонили из Министерства иностранных дел А вы уверены, что вы не из внутренних? Михаил Самуилович, давайте серьезнее Мы вам звоним по поводу назначения Назначение? Я врач-проктолог Куда меня может назначить Министерство иностранных дел? Ну я вам скажу Вы напрасно так скептически Найти вам место по специальности Как раз в наших силах Не надо Но мы пока считаем эту меру преждевременной Спасибо Поэтому назначили не вас А вам Ой Что же меня назначили? У внутримишечна? Михаил Самуилович, давайте серьезнее Назначили не что, а кого? Вам назначили брата Брата? Да В соответствии с двусторонними соглашениями О братстве и взаимопомощи Но у меня уже есть брат По нему вопрос решается Что значит решается? Это мой родной брат Он тоже врач Живет и работает Мы знаем, где живет и работает ваш брат С этим государством у нас нет соглашения О братстве и взаимопомощи Потому и решается Ага И когда решится? Не знаю Но вы ему пока не звоните О А если он мне позвонит? Не берите трубку Поменяйте номер Не сообщайте его никому из своих бывших родственников Только вновь назначенному брату Но Но как же я ему сообщу его, если я его совсем не знаю? Скоро узнаете Запоминайте Я запишу Никаких записей А я понял Запоминайте Дузмухамедов Хамедулла Бахтиярович 64 года Гражданин республики Беларусь Хамедулла Бахтиярович А Бахтиярович Беларусь Понятно А мы что с ним Говесники? Он младше вас на 17 минут Так подождите Так Выходит, что мы С Хамедулой Близнецы? Вы двойняшки Вам надо прийти к нам Забрать свои семейные фотографии И расписаться Какие еще фотографии? Ваши и вашего брата Хамедулы Детские Свадебные Подождите Так вы Что с Хамедулой Еще и супруги? Михаил Самуилович Бросьте шуточки Послезавтра Он освобождается Из Нарафаминской колонии Из колонии? Да В детстве Очень любил Играть в доктора Вы что Доигрался Гаденыш А я что Как старший брат Его не предупреждал? Вы не обращали внимания По всем ему потакали И в конце концов Упустили парня Упустил таки? Да Послезавтра Он освобождается Из колонии Строгого режима Мы как старший брат Должны его встретить Приютить Приютить? Куда я его приюш? Чутью Да кстати Отнеситесь с пониманием К его внешнему виду А что с его внешностью? Три года назад Ему неудачно сделали операцию Кто? Вы Я? Это не я Я этого не делал У нас записано вы Послушайте меня Я врач-практолог Я не занимаюсь Я не занимаюсь Внешностью Это программа «Утренние хохмы» И я ее ведущий Влад Чекушкин Вы мне лучше скажите Когда приезжает Хамедула Да нет никакого Хамедулы Это был розыгрыш Понимаете? Я понимаю Я понимаю Но когда мне Встречать Брата? Нет никакого Брата Нет никакого Хамедулы Это вымышленный персонаж Понимаете? Я его сам придумал Никакой он вам не брат А кто он меня? Да никто Поймите Я его придумал И имя И фамилию Это мог быть Татарин Грузин Русский Кто угодно Я вам говорю Это был розыгрыш Понимаете? Розыгрыш Розыгрыш Что вы кричите? Что вы кричите? Я понял Что на его месте Мог быть Чужой Там Грузин Калмык Эстонец Или Прости господи Афроамериканка А так будет сидеть Родной брат Брата Лизнец Хамедулла Живей у всех живых Пусть сидит Ведь свои братцы Не пахнут Божий Не присылать Спасибо Спасибо Двое разговаривают Они говорят Скажи Ты чего боишься На дорогах? Ну Когда ездишь Говорят Ну Боюсь этих Солдат боюсь За рулем Боюсь А еще кого? Говорят Ну Пьяных боюсь Пьяных боюсь Мотоциклистов боюсь Это женщин боишься? Говорят А женщин за рулем Это все равно Что пьяный солдат На мотоцикле Ой, я вам скажу Люблю женщин Особенно актрис Люблю актрис Особенно талантовых А из всех А из всех Женщин И талантовых Актрис Больше всего Люблю Актрису Которую вы Тоже любите Я вас Вот своим признанием Не удивлю Потому что выступает Елена Степаненко Три женщины Лежат в институте питания Одна бывшая Очень толстая Другая бывшая Очень худая А третья Просто идиотка Помешанная На феншуе Бывшая толстая Говорит Ой, девочки Скоро я буду худая Стройная Двести кг Как не бывало Найду себе Красивого мужика Приведу его К себе домой Сядем мы с ним На диван И как начнем Жрать Колбаску Сало Булочки с маком И ишинку жареную С ветчиной Пельмешки вареные И Наполеон Наполеон Большими кусками Молча Анна Никитична Вам, Наполеон, нельзя Вы же весили 300 кг Вас к нам в палату Заносили через окно Краном Пока занесли Два раза сломали окно И три раза погнули кран Ну да Я была полненькая Зато крановщик Как на меня смотрел Слюну ронял У крановщика Слюна пошла от ужаса Он боялся Что вы сорветесь И его расплющите А теперь смотрите Как вы похудели Даже видно Откуда у вас растет голова Руки, ноги Правда, тетя Анжела? Девочки Согласно феншуя А я феншую пять лет В том числе три года В психбольнице Еда на тарелке Должна быть сориентирована Строго по компасу Рис на севере Капусту на юго-западе Мясо на востоке Анжела, не морочь мне голову Мясо на тарелке Должно быть везде Девочки А вот я, когда сюда поступила Весила семнадцать килограммов Вместе с кроватью А вот врач говорит Что очень хорошо При похудании Самовнушение Вот, например Приходишь в зоопарк Смотришь на клетку с козой И говоришь Я бы такая стройная Как эта козочка Такая стройная Как эта козочка Да ерунда это все Была я недавно в зоопарке Представляешь Иду мимо этого Этого Бассейна с бегемотами Красивая вся Такое кожаное пальто На мне блестящее Вдруг подбегает Работник в зоопарк И начинает орать Опять зараза Из бассейна вылезла А ну иди Назадку своим Девочки А вот смотрите В газете пишут Целитель из Тюмени Лечит сосновой корой Ой, да знаю я этого козла Была у него в Тюмени Берет Десять тысяч За один сеанс А? Ну ты представь себе Выводят на опушку Показывают на тайгу И командуют Жрать кору От сих до сих Я там сосны объела Шесть гектаров Местные испугались Думали саранча Вызвали МЧС МЧСовские пошли по лесу А там я сосны кору обдираю Триста килограммов красоты Без купальника Как они от меня рванули Я за ними Один кричит Живым не дамся Начали отстреливаться Ой, Анна Никитична Сколько же вы пережили Пока похудели Да не говори А знаешь, в детстве Я была очень худой Да И что потом случилось? Знаешь Не знаю А вот в детском садике Меня укусила толстая девочка И что? Ну ничего Вот до сих пор толстею Ой, девка Сегодня мне сон снился Вещи Слышь Будто я королевна Просыпаюсь у себя в замке Рядом с кроватью Стоит Ванна с холодцом Тазик с хреном И лопата шуфельная И записка Ваше высочество Как все сожрете Сразу похудеете Ой К чему бы это, Анжела? Девочка Согласна, феншу я А я феншую пять лет В том числе Три года в психбольнице Резко худеть нельзя О, это точно, Анжела Точно Ой, после последнего похудания На мне столько лишней шкуры Как у слона после дизентерии И как вы с этим боретесь? Да никак, через неделю Вся шкура натягивается по новой Ой, девочка Я знаю одно средство Пишите Я сама на нем худела Пишите Значит так Стакан воды За три дня До еды Девочка Согласна, феншу я Если долго голодать У человека открываются Феноменальные возможности Мысли можно передавать На расстоянии О, это точно, Анжела Недавно Десять дней ничего не ела Представляешь? Ничего Одну воду пила Хожу по квартире Думаю, господи Что бы сожрать, а? Что бы сожрать? Подхожу к аквариуму Все рыбки попрятались Девочки А вот еще хорошо худеть На ореховой диете Знаете как? Вот смотрите Залезла на дерево Кедровый орешек Из шишки Вынула Слезла Съела Опять Залезла Орешек Вынула Слезла Съела И так Двадцать килов в день Да ничего это не помогает Сидела я на этой ореховой диете Пока на дерево залезешь Орешек найдешь То белка попадется То гнездо с яйцами То медведь Медведь Какой ужас А что там ужас Сидит Лапами прикрылся Не ешь Меня девицы У меня детки малые Ну и что? А ничего Мясо как мясо Удержаться невозможно Ой детки Сколько я этих диет перепробовала А? Скажу одно Вес Это не главное Главное Чтоб было настроение А будет настроение И похудеем И потолстеем И борщ сварим И наполеон купим И детей родим И мужики Будут носить нас на руках Пока нам это не надоест А не надоест нам это Никогда АПЛОДИСМЕНТЫ Какой парк без песни, да? А какая песня без баяна? Баян всегда был в парке Баян вот его слушали Под него пели Под него танцевали Ну у нас не один баян У нас целых два На них играют чемпионы мира По баяну Баян Микс АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Парк Измайловский Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok У них в Америке и законы не как у всех Вы не поверите, вот я ничего не придумываю В штате Мэн, например, категорически запрещено выходить из самолета, находящегося в воздухе В Аризоне запрещено Ишакам спать в ванной Нормально, да? Ну никто и не спит, но никто и не спит и даже Буш не спит в ванной Субтитры сделал DimaTorzok Как он вообще-то президентом стал, я не понимаю Представляете, они на весь мир кричат, что у нас демократии нет, а у них она образцовая Но у нас президентом выбирает весь народ, а у них только выборщики В результате Буш стал президентом, получив меньшинство голосов Ну, ничего себе демократия, да? У нас, правда, в стране есть другая версия В конце 90-х Ельцин вызвал Путина и сказал Так что, понимаешь, Буш президентом Ну, Путин, человек военный, все выполнил и сам стал президентом и Бушу помог К чему я это все? А к тому, что понять не могу, мы сейчас с Америкой дружим или наоборот? Потому что, когда у них 11 сентября несчастье произошло Путин первым позвонил и предложил Америке помощь Тогда мы им нужны были А теперь они у нас под боком ракеты собираются ставить в Чехии и в Польше Мы говорим, зачем? Они говорят, для вашей же пользы Мы говорим, нам не надо Они говорят, вы счастья своего не понимаете Мы вас защищать будем от Ирана Мы говорим, где Иран, а где Чехия? Лучше уж от Ирана в Азербайджане защищаться, правильно? Они говорят, а если на вас марсианские террористы нападут? А мы уже тут, в Чехии, с ракетами Мы говорим, а вы у Чехии спросили? Между прочим, по опросу чешский народ против Они говорят, мы у правительства спросили, а оно за В связи с этим хочется один анекдот напомнить До войны у пани Спыхальской в квартире было два золотых унитаза А когда советская армия вошла в Варшаву Она обделывалась прямо на лестнице А теперь по поводу валеной американской демократии Дик Чейни, приехав в Вильнюс, говорил, что у нас в России демократии нет А вот в Казахстане она замечательная После этого он поехал в Казахстан Там ему не удалось заполучить нефтепровод И тут же решил, что в Казахстане никакой демократии нет И что интересно, это Дик Чейни, который все сделал для того, чтобы Америка освободила Ирак от иракской нефти И во время Иракской войны в несколько раз увеличил свое состояние Такое ощущение, что они всех нас считают лохами Буш на саммите расхвалил демократию по-американски до тех пор, пока Путин не сказал Такая демократия, как теперь в Ираке, нам точно не нужна Весь саммит смеялся, один Буш ничего не понял Вообще-то, надо вам сказать, он старается Все время старается быть умнее своего вида И говорит, что хочет иметь много друзей в разных странах А я считаю, друзей не надо иметь С ними надо дружить Нет, Буш, это, конечно, отдельная история Не говорю же о том, что он пузит Австрию с Австралией Словакию со Словенией А Иран хочет сделать Ираком А что он несет с трибун? Наш Жириновский просто отдыхает Я собрал кое-какие высказывания Вот, послушайте, это ничего не придумано Это действительно его высказывание Подавляющая часть нашего импорта поступает к нам из-за границы А откуда еще может поступать импорт, интересно, да? Учителя — единственная профессия, представители которой обучают наших детей И с этим тоже не поспоришь Следующий перл Низкая явка избирателей указывает на то, что мало людей приходит на выборы Просто спиноза Марк Аврелий Синека Да все философы мира могут за дверью у него постоять Жорд Буш доказал всему миру, что стать президентом США может любой Даже такой, как он Среди политиков он сегодня в мире имеет самый низкий рейтинг Зато по количеству анекдотов о нем он на первом месте в мире Приходит к Бушу новый министр финансов и говорит Мистер президент Наша валюта теряет свои позиции на всех региональных рынках мира Он говорит, не понял Американский доллар стремительно обесценивается в ходе торгов Слушай, ты по-простому можешь сказать, чтобы я понял? Хорошо, говорит министр Нашему баксу кирдык Ну вот, молодец, а то грузишь, грузишь А вот радиообращение Буша к американскому народу Враг подло напал на наши самолеты, которые мирно бомбили его территорию Это американцы сочиняют по своего президента Буш вызывает помощника и говорит У Кеннеди была Мерлин Монро У Клинтона Львинский А у меня кто? Тот говорит, а у вас сразу три Кто это? Прибалтика, Украина и Грузия Буш во время Иракской войны вызывает к себе военного советника И говорит, слушай, что же ты мне не сказал Что в Ираке, кроме пустыни, есть еще и города Это все анекдоты А вот действительный случай Во время предвыборной кампании Бушу задали вопрос Что такое Талибан? Он выбрал из возможных вариантов ответ Музыкальная группа Вообще, он столько наговорил, этот Буш, что кажется, пора перекрасить белый дом в желтый У нас в России две беды Дураки и дороги Америка нас обогнала У нее одна беда, но зато избранная Демократическим путем Какой президент, какая у него и команда Какая команда, такая и политика Буш как-то сказал Я имею смутное представление О нашей внешней политике Умри, Степан, лучше не скажешь Смотришь на Джорджа Буша-младшего И думаешь, что же сделал его отец? Родил сына Или посадил дерево Однако, время Буша заканчивается И я верю, что придет новый президент Без закидонов и агрессии И у нас с Америкой начнутся по-настоящему теплые И дружественные отношения Хотелось бы, чтобы в этот период Америка не пыталась влезть в наши субово-внутренние выборы А мы уж точно во внутренние дела Америки вмешиваться не собираемся И последнее Ребята, давайте жить дружно Два великих народа должны жить в мире Это просто необходимо ради жизни на земле Я с этими пародистами познакомился в парке Ну не в Измайловском, а в парке Ривьера в Сочи Они подошли ко мне и говорят Мы завтра с вами выступаем вместе в концерте Ну хорошо, вот с тех пор я их знаю Вообще пародия это уникальный жанр Вы знаете хоть одного пародиста, которого бы плохо принимала публика Всех пародистов публика принимает хорошо А я вам назову тех пародистов, которых просто великолепно принимала публика Виктор Чистяков, если кто-то помнит такое имя Был уникальный пародист, был такой пародист Геннадий Дудник Он пародировал театральных звезд, кинозвезд Уникально пародировал, похожесть была замечательная И тексты были очень хорошие А как пародил Геннадий Хазанов Какие тонкие и глубокие пародии были У него просто жалко, что теперь он этим делом не занимается Но я в этот ряд вот этих уникальных пародистов мог поставить бы этих Двоих пародистов, которые выйдут сейчас на сцену Вы со мной согласитесь, потому что Они когда пародируют, у них не только голоса похожи на тех, кого они пародируют Но даже лица становятся похожими на их персонажей Это братья Пономаренко У нас тема, тема близкая каждому из нас Об автомобилях, автолюбителях и автонелюбителях Вместе весело рулить по просторам По просторам, по просторам Только кончится бюджет Очень скоро, очень скоро, очень скоро Спойте песенки в финансы нам наличные Раз заправка, два заправка, будет тысяча Раз страховка, два страховка, еще тысяч пять Раз парковка, два парковка, начинай опять Издалека, долга, ползет моя Волга Ползет моя Волга За нею масло след Среди венок белых и BMW серых Ползет моя Волга А ею в сорок лет Из салона крутого я выехал гордо На нулевой десятке И рядом жена Ждут меня города, километры, курорты Двадцать метров отъехал И вот тебе на моя тачка Остановилась моя тачка Замерла Моя тачка Остановилась моя тачка Умерла Осенний поцелуй Перекресток весь замер Ака поцеловала В засос мощный хаммер И откупи ее Так корежит и плющит И наглухо клинит руль Осенний поцелуй Поцелуй без ответа Ведь хаммер даже не Не почувствовал это Знай дарить опасно тем Кто больше массой Осенний поцелуй Хвастать мило я не стану Занаю сам что говорю Я пежо тебя достану И фольксваген подарю Я не жадно скажут люди Подарю на выбор твой Хоть Тойоту, хоть Ауди Есть отмычки Откупы Ой, гнил Калина в поле у ручья Новая машина Вроде бы ничья Третий день сижу И вот такие дела Не могу открыться Дверь заклинила Аплодисменты Вы старый, старый Шембролет Садись, моя голубка Колес в нем нет Мотора нет Сиденье есть, голубка Ланфрен-ланфра Банта-дита Кататься будем до утра Женой квартира Занята Садись ко мне Голубка Аплодисменты Аплодисменты Вольно одной Чтоб встретить в ней добрую стать Аплодисменты Мыть машину пока Погоди После мойки всегда впереди Дожди Дожди Останусь с грязью на щеках Останусь с матом на губах Меня обрызгал джип из лужи Ох, платье новое залил Прическу новую купил Останусь никому не нужно Изгиб Феррари желтый Столб обнимает нежно Вокруг осколки стекол Дождем рассыпались И кто-то из прохожих В толпе тихонько скажет Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались И кто-то из прохожих В толпе тихонько скажет Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Если хочешь кататься Катайся просто так Хоть на каруселях Хоть на белых лошадях Ни оса, ни каско, ни сервис, ни ГАИ Ни гараж и ни кредит Проблемы не твои А если хочешь похлопать Похлопай просто так Лучше Александру А Валерию никак Лучший гитарист Среди братьев Александр Один мой знакомый сочинил анекдот Значит, едет Мужчина в метро Вдруг К нему подходит Довольно пожилая женщина Он встает Она говорит Сидите, сидите Ну он сел назад Подъезжает в следующей остановке Он встает Она говорит Сидите, сидите, сидите Ну он опять сидит Проходит время Он опять встает Она говорит Да нет, сидите, сидите Он говорит Ну что сидите, я уже третью остановку проезжаю Вот сейчас выйдет автор этого анекдота В любом деле нужен автор Все начинается с автора Будь то пьеса, будь то кино Все начинается со сценария Будь то драматический спектакль Все начинается с пьесы И даже анекдот кто-то же сочиняет Не говоря уже о наших монологах Которые исполняют артисты И кто же сочиняет прежде всего автор А этот автор сочинил столько их Что у него исполняли все И Хазанов, и Петросян, и Шифрин И Евдокимов очень много исполнял Но у него еще осталось и для себя А поскольку я его знаю очень давно И помню как он играл в самодеятельность Могу сказать что в нем погиб конечно Большой комедийный артист Но зато автор выжил И выходит на сцену Анатолий Трушкин У каждого народа Свой основной инстинкт Своя главная слабость У французов любовь У немцев порядок У бразильцев карнавал Что у нас? Какой наш главный инстинкт? К чему вообще нас чаще всего тянет? К пьянству? Воровству? К хождению в гости? Вранью, матершине, обжорству, сексу и глупости Среди них надо определить Наш самый главный инстинкт Возьмем обжорство и пьянство Что сильнее у нас? Едим много Если во всем мире едят три раза в день То мы едим три раза в день И два в ночь Жизнь проходит между кухней и туалетом Грудной ребенок у нас кричит Это что? Или хочет есть, или объелся Вот так едим А пьем до еды После еды Во время еды Вместо еды Пьем больше Теперь возьмем вранье и матершину Врут все На каждом шагу Это у вас обувь вьетнамская или китайская? Это итальянская Или голландская Откуда у вас вилла, мерседес, яхта, бронетранспортеры Бабушка оставила? Вы на мне женитесь? Да Кто же еще? А мат с утра Ой, день сегодня какой хороший, твою мать Солнце его мать улыбается И облаков их мать нету Прямо поет все в этой ее мать в душе Трудно определить, чего у нас больше Мат или вранья Спасибо женщинам Они матом только в сердцах А соврать могут без особых усилий Вранье поглавнее Посмотрим теперь, что поважнее для нас Секс или в гости сходить Ну что, лука, ведь не дети Поглавнее, конечно, сходить в гости Секс у нас как-то... Да? Не так В гости-то мы Хоть каждый день И в гости же не на 10 минут идешь И не к одним и тем же все время А секс у нас как-то, да? Не так все-таки В гости не смог пойти, ну и ладно Не смог и не смог Никто на тебя косо не посмотрит Сил нет, вот и не смог Сиди дома посуду мой А секс у нас все-таки, да? Как-то... Как телевизор Хочешь, не хочешь, осмотришь Выключил, думаешь, что смотрю? В гости сходить у нас поважнее Осталось сравнить воровство и глупость Глупости много, потому что понять ничего нельзя Потому что ответ на все вопросы один По кочану Дали всем по ваучеру Одни стали нищие, другие олигархами Почему? По кочану Дурят нас через края Все-таки воровство еще больше Почему? По кочану Из восьми осталось четыре главных инстинкта Воровство, вранье Сходить в гости и пьянство Какое самое главное? Берем пьянство и вранье Если все, что мы наврали Бухнуть в то, что мы выпили Затопит с головой МЧС Единственное, что во сне врут мало А пьют много Пьянство впереди Теперь воровство и сходить в гости Еле живой в гости не пойдешь Если уже не видишь, не слышишь И глотать больно А если что-то плохо лежит Взять потянешься Даже если при смерти Без сознания ворует Так и говорят на суде Не сознавал, что делал Воровство главнее для нас Теперь финал Воровство и пьянство Воруем все И что нельзя, и что не нужно Пьем все И что живит, и что мертвит Тысячу лет не могли определить, что у нас впервые И только недавно Один вороватый выпивуха Проговорился У него за день нос чешется 16 раз А рука 17 Воровство у нас основной инстинкт О чем это говорит? О том, что мы пропадем Нам нужен другой Основной инстинкт Две подруги разговаривают Одна говорит Беспокоюсь очень Насчет своего мужа Говорит, а что такое? Ужел два часа назад Нет его и нет Говорит, а что такое? Я поехал кошку топить Как кошку топить? Ты что? Ну, понимаешь, что у нас кошка невыносимая Она обдирает обои Она кидается на гостей Дети все боятся Ну, что-то невозможное Вот, в общем, нам надоело уже Он поехал на озеро Он сейчас в самом глубоком месте Должен выкинуть ее и все И избавиться от нее Она раз навсегда Говорит, ну и что такого? Говорит, ну так нет два часа Говорит, ну и что такого, что его нет два часа? Говорит, понимаешь, кошка-то уже час назад вернулась Вот я хочу вам сказать Что я рассказываю анекдоты как дилетант Но есть профессионалы своего дела Его давно уже все заметили А еще он номера делает очень хорошие Я приглашаю его сюда Итак, встречайте Игорь Моменко Мужик купил себе корову Ну, какое-то время кормил, поил Пора подумать о телятах По интернету выписывают какого-то человека Тут приходят со своим быком Бык подошел к корове по всем правилам Корова Нет, и все, никак не хочется общаться Одного, второго быка Ни с кем не хочет общаться корова Выписывали из Беловежской пучи Зубра какого-то не подошло С кольцом красиво приходил А-а-а-а И все, ничего Он приходит к ветеринару У меня проблема Я купил корову Но она ни с кем не хочет общаться Ни с каким быком совершенно Тот говорит В Рязани брал? Да, а как вы догадались? У меня жена с Рязани Расстроенный я Сглазили меня Порчи испортили А я тут недавно самогонку нашел Ничью Уфетки в сарае нашел Замок там, считаю, что сам свалился И она валяется Восемнадцать литров Ну, сколько-то я с нее не запил И ушел А пока шел Слазили меня Федька меня по следам нашел Ты видишь меня, совы Тут две ножки Тут две ладошки Посреди колея От бровей моя А что дальше? Я сам На пяти точках стою С землей беседую Ты спрашиваешь Было ли у меня алиби? Да, конечно, было Он же меня по нему любил Все алиби отбил мне Федька тогда Да я же недавно Мотоцикл купил У Сереги Горбуна Ну, Серега Про которого два года Думали, что он арбун Оказалось, что он Костюм на рюкзак надел И забухал Сняли, что некогда Был костюм с рюкзака Так и ходи Ну, мотоцикл классный Мелисейский Старлей Дэвидсон С коляской Я в нее свою Зосю усадил Вы мою Зосю не знаете? Ну, шо вы Первая девка на деревне У каждого мужика в деревне Она первая была Ну, все мы расположились Я же тогда за рулем не пил А за ним же неудобно пить А так, рядом стакан хлопнул Вперед Ну, разгонались по-взрослому Как шумахер О, только бесплатно Ну, едем Мы едем Комары Абхарю мою Бьются насмерть Воробьи калечатся Скоро же Вдруг Моя орет Мюса в мое ухо Останови До кустов Приспичиваю Молодец Как я его Нахрен остановлю Там же Ни якори Ни стоп Крада Нет Я в поле Выехал И давай по кругу Гонять как цирки Ну, чтоб бензин Быстрее закончить А он не заканчивается Вечный какой-то бензин Бензопак же Горбун от Камаза Придел Четыреста литра в нем Ну, на руле Прямо стоит Мне за него Дорогу не видать Ну, мы едем Едем Часа через три Зайцы с лесу Пришли Нас посмотреть Ну, ушли Охотников своих Привли А что они там Видят в лесу Кроме водки Смеркается уже Не видно Ни хрена А фара Ж мотоцикла Хитрая Только днем Горит Ночью выключается Спит мотоцикл Ну, я потемка С дороги сбился А смотрю Две сосны На дорогу выскочили Ну, мою Проскочу между ними Ну, и Проскочил А то, что Мотоцикл С коляской Да, блин Тут Зося Свои Профили Справа Сосной И соединила Сильно Соединила От Судара Шишки Падали Вместе С белками Града Сейчас ее В деревне Кличут Зося Чау Чау Что Не зла Зла Мне тут Цыганка Нагадала Что Вся порча От пиджака Моего Ну, что Нам меньше Сказала Что Кто год Его носить Будет Весь год Порча Будет А через год Гранди Копыта Можно Откинуть Ну, я ей Не верю Я ее Проверю Тем более Что Тесть Давно Его На прокат Просит На год Дам Не жалко Шрайно Он идет И сыпать И мне Не торт Папа Ездить Обещал Что Зачит Расшедраться Мы же Не чужие А дома Задите Никаких Проблем Приходит муж Поддатый Утром Весь В помаде Весь В пудре В блестках Жена Говорит Где ты был Что случилось Говорит Ты не поверишь С клоуном Подрался Так вот К этому клоуну Этот анекдот Не имеет Никакого отношения У него Никаких Скандалов Женами У него Вообще Везуха В этом деле В женитьбе Он женат Уже три раза И все три раза Удачно Вообще Он все Удачно делает Он поет Играет на всех Инструментах Он рассказывает Монологи Рассказывает Анекдоты Он показывает Фокусы Вы уже догадались Что это Геннадий Ветров Вот вы знаете Что радует Портер работает Просто в таком ритме Как будто ему заплатили А балкон сидит Вот так Есть контакт Вы пришли сегодня На концерт Чтобы посмеяться И правильно сделали Но на самом деле Смешного очень много В жизни Надо вовремя Просто зафиксировать Смешное мгновение Я не поленился Я все фиксирую Вот несколько самых веселых Сейчас пересказываю вам Самая неординарная ситуация У меня Была связана С Юрой Гальцевым Мы были молодыми Начинающими артистами Принимали участие В сборном концерте И концерт был не один Было 10 концертов Новогодняя серия Это было в Ленинградском Мизик Холле В то время в Ленинградском Вот И у нас был певец В программе Его звали Коля Тазобедренный резонатор Для него было главное Чтобы срезонировать Знаете Такой филармонический Он выходил И пел Он сам был Вообще такой Знаете Уже Не молодой И репертуар у него Был такой Не новый Знаете Он такой Из серии Отсвело уже давно Все что можно В саду Он выходил И заводил Минут на 20 Значит Грустную Тему Арии Пел Все А перед Новым годом Народ На третьей минуте Юмористический концерт И после пятого концерта У Гальцева нервы сдали Говорит Ребят Давайте Кто сейчас свободен От выступления В оркестровую яму Спустимся Она пустая И его развеселим Пусть поржет И люди над ним посмеются Неожиданно поет Серьезные вещи А мы сейчас Знаешь Там Всякие лица Там были Мы пятером спускаемся Я Гальцева Два танцора Фокусник И давай там Обезьянный питомник На выезде И так И так Там веселимся Коля смотрит на нас Презрение добавляет Гальцева Пацаны Давай по пояс разденемся Я говорю А что смешного А мы культуристы будем изображать У них же телосложение У нас наоборот Тело вычитание Мы сейчас Разденемся Смешно Будем позы Мы разделись Пятером Давай перед Коль Сами ржем Коля еще хуже Гальцева говорит Пацаны Давай полностью Разденемся Я говорю Юра А что смешного Он говорит А представляешь Мы сейчас Станем в позу Летко-Енька Друг за другом Голые И пройдемся Пам-пам В одну сторону Пам-парам-парам В другую Мы так в бане Один раз сделали Банщик чуть не задохнулся Не от пара А от смеха Ну мы Молодые артисты Новый год Кураж В яме никого Раздеваемся Фокусник даже носки снял Вообще все Встали в позу Прошли в одну сторону Пам-пам В другую пошли Вдруг шквал аплодисментов Крики браво И мы замечаем Что у нас видит Два балкона по краям Гальцев Гальцев после этого С танцами Вообще завязал С любыми Но это еще не все Красивые На четвертом курсе Театралка Он говорит Слушай Давай сходим в гости К девчонкам Художницам Я договорился Я говорю Давай Он говорит С пустыми руками Идти неудобно Я говорю Давай возьмем винца Он говорит Ну давай возьмем Много брать не будем Бутылочек 12-14 Чтоб вечер не портить Ну давай А как нагрев В то время в стране Была битва со спиртным Помните? Ну глобальная такая Битва со спиртным Ну должны многие помнить Спиртное тогда еще выиграло Подходим к магазину Значит Три кольца вокруг магазина Спиртного вообще Стоят все Томятся ждут Мы тоже Встали томимся Час Два Три Вот мы уже в магазине Радости добавляются Вот мы уже у кассы До закрытия уже минут 20 Но мы успеваем Перед нами один человек И вдруг случается непредвиденно Человек начинает заикаться И медленно Медленно излагает заказ Мне Пожалуйста И очередь напряглась Говорит Мужик ты что один здесь? Ты смотри сколько людей Томится на улице До закрытия 20 минут Сейчас каждый будет В вежливости упражняться Быстро сказал что тебе надо И отошел И забыли о тебе А если на таких людей кричать Многие знают Что у них Случается столбняк Вообще глобальный И он говорит Мне Бу-бу-бу Все понятно Бутылку Не бубни Какую он Коньяк он Нет Кальвадос Нет Когор Нет Каберне Нет Какую он Какую-нибудь Кассир говорит Ну и конец рабочего дня Говорит Ладно Водки Ему пробивают водки Мужик отходит А мы начинающие актеры Селин не моргает Я говорю Да И Селин За мужиком Сразу говорит Мне Бу-бу-бу И в очереди Шок Ребята Вы что сюда Хором пришли А Вы что делаете Люди За закрытие 15 минут Пацаны Если еще в очереди Заики есть Пишите заказ Заранее Вы что Режете без ножа Народ трезво Сейчас порвать могут Вы что И он мне Мне Ва-ва Воды ему пробей Скотина такая Ва-ва Восемь бутилок вина Кассир Да что за день Так пробивает Он отходит И мне моргает Я подхожу Говорю Мне Бу-бу-бу Но мне Побубнить не дали Мне тут же У кассы сделали Два физических Замечания На все деньги Пробили пиво И выкинули Из вас И я еще Порадовался Что легко отделся Потому что иногда Трезвые мужики Гораздо опаснее Чем пьяные А знаете как Два мужика разговаривают И говорят Что своей жене На 8 марта подарила Говорят А когда у нее 8 марта Ладно Значит что я хочу сказать Кого только не увидишь В нашем Измайловском парке Кого только не увидишь Пугачевой не увидишь Галкина не увидишь Херкорова не увидишь А как они появятся В парке Сразу народ сбежится Автографы вот брать Задавят еще Слава Понимаете Слава это Вот такая Обоюду острая Буду на этом же уровне Написал М. Задорнов Она посмотрела Покраснела Я понял Я понял что завтра Он проснется Знаменитым Я думаю так оно И произошло Мне так хотелось Поговорить с ним Пообщаться Что я пригласил его сюда В наш Измайловский парк Эдгард Запасный Встречайте Я недавно Летел Из Казахстана В Москву Паспортистка Останавливает Ну Смотрит паспорт Открывает А это вы тот самый Знаменитый боксер Да Для тех кто не знает Я еще и в цирке Иногда работаю То есть Нет Я вам хочу сказать Что конечно Такое мужество Такую стойкость И отвагу Можно приобрести Только общаясь с тиграми С людьми такого Не наживешь Точно Могу рассказать вам Хороший боксерский анекдот Значит Сидят два боксера Убитые горем Обоим Изменила жена Только один легковес А второй Супертяж И вот Супертяж говорит Я прихожу домой Представляешь Открываю спальню А он там С моей женой Я его так подымаю Он даже на землю Не встал Ему так хлоп Он раз и лежит Нокаут глубокий Легковес говорит Знаешь у меня такая же ерунда Я прихожу А он с ней Я ее подымаю Троечку мор Раз 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 Отскакиваю Раз раз ему в печень Отскакиваю Чувствую по очкам Я там веду Все нормально Я в ответ В ответ тоже Боксерский анекдот Рассказываю Один боксер Познакомился с девушкой Сидели Что-то разговаривали Он ей рассказывал Рассказывал В конце она говорит Ему совершенно Обалдево Скажите пожалуйста А вы вот еще где-нибудь были кроме как в нокдауне и в нокауте? У нас в цирке Есть очень хороший красивый воздушный полет Ребята летают на высоте 15-20 метров Без использования страховочной сетки Номер называется Пилигримы вселенной И это очень красивая музыка И они одеты в космонавт Светятся, летают, прыгают Там друг у друга А номер начинается с того Что со всех боковых проходов В темноте Как только наступает вырубка света Появляются космонавты И они медленно на тросах Начинают лететь под купол цирка И над зрительным залом Вот представьте Сейчас над вами космонавты вдруг полетят И зрители знаете В умилении сидят И вот этот космонавт мне рассказывает Говорит Стою я в черном плаще Закрыл свою значит Блестящий светящийся костюм Ну и разговариваю с девчонкой Уже клоуны работают Следующим номером мы Он говорит Я один карабин к себе прицепил А второй карабин вот так В руках держу Говорит И разговариваю Байки какие-то травлю Ну вот И в это время вырубка света Говорит Пилигримы вселенной Он говорит Я этот карабин так Хлоп к себе за пояс застегнул Халат скидываю И говорит Уже свечусь Уже герой И чувствую Лебедка заработала Дынь Говорит Троса начинает натягиваться И я говорит Постепенно Меня начинает отрывать От земли Но Говорит Я понимаю Что ерунда начинается Потому что Один трос тянет А второй Как будто на месте Стоит И он говорит И меня вот так Начинает в воздухе Потихонечку разворачивать Оказывается Пока он стоял Трепался Он Карабин Продел в перила И застегнул И лебедка Начинает его тянуть И он говорит Я начинаю орать Ааа Стоп Нет Ну какой Никто не слышит Цирк Счастье Сказка И говорит И тут я понимаю Что дело-то плохо Тут-то я зацеплен Меня сейчас на разрыв пойдет Но слава богу Цирки строились Еще при Советском Союзе Они уже успели прогнить Короче Все это вырывается И Он Говорит Я понимаю Что У меня ничего не остается делать Как только схватить эти перила И вот летит наш космонавт С четырьмя метрами нержавейки Нержавейка только у него Он не делает никаких трюков Он ее бросить не может И они вчетвером поднимаются наверх Но первое Что спросили те космонавты На высоте 20 метров Которые увидели Он говорит Нафиг ты сюда ее притащил Восемь минут Наш космонавт не шевелится Стоит и ждет Когда номер заканчивается Но радость зрителя была Тогда Когда они опустились В конце номера И включили свет К счастью было Конечно У всего зрительного зала Замечательная история Спасибо вам большое Эдгард Запаший Высокий Красивый Голубоглазый Блондин Здоровяк такой Косая сажень в плечах Курносый Карен Аванесян Уважаемые зрители Хочу вам сказать Что совсем недавно Карену Аванесяну Исполнилось 2 по 25 То есть у него Был юбилей И я от себя лично И от всего нашего Измайловского парка Поздравляю этого Замечательного артиста Поверьте мне Нет более Доброжелательного человека На нашей эстраде Давайте поздравим его Спасибо вам огромное Программа Измайловский парк На сегодня Закончена До новых встреч Продолжение следует...